Я, как уже было сказано, представляю лабораторию нейрофизиологии нейрокомпьютерных интерфейсов. И сегодня я постараюсь рассказать вам о том, чем являются нейроинтерфейсы, в частности, чем являются те нейроинтерфейсы, которыми занимаемся мы здесь и сейчас, и, что гораздо более важно, чем они не являются, потому что необоснованных надежд на эту тему очень много, и хотелось бы некоторые из них сделать более реалистичными. Для начала, вообще, что такое нейроинтерфейсы? Для чего вообще нейроинтерфейсы? Это такая технология, которая позволяет нам в каких-то ситуациях с использованием какой-то техники, самой разнообразной, отдавать команды какому-то компьютеру, например, или исполнительным устройствам без использования мышц. Для чего это вообще нужно? Есть целый ряд ситуаций, в которых у человека нет возможности двигаться. Это параличи, это так называемый локтин-синдром, который возникает при травмах мозга, боковом амилотрофическом склерозе, инсультах и, возможно, даже при детском церебральном параличе с некоторыми ограничениями, о которых я сейчас скажу. Вообще локтин-синдром — это когда человек не может пошевелить ни одной мыши своего тела в тяжелых случаях, когда он не может даже шевелить глазами. Либо эти движения глаз он до конца не контролирует. Вы наверняка знаете одного известного пациента, который использовал до последнего времени какие-то такие странные технологии, потому что он не мог двигаться. И на этом месте всегда задается вопрос о том, использует ли интерфейс МОС-компьютер Стивен Хокинг. К сожалению, недавно умерший Стивен Хокинг нейрокомпьютерные интерфейсы не использовал. Я объясню, почему. Есть вообще целый ряд других менее серьезных ограничений, при которых у человека сильно затруднена возможность говорить и двигаться. Например, у него могут быть движения какие-то сохраняться, какие-то спазмы сохранятся в теле, но он может эти движения не контролировать. Например, есть гиперактивная форма детского церебрального паралича, когда человек вроде бы постоянно в движении, но при этом он не может с этих движений ничего делать, он не может фактически даже говорить. Здесь представлена примерная такая схема нейрокомпьютерного интерфейса. Состоится эта история в том, что вот у нас есть человек, которому мы даем какую-то когнитивную задачу, которую мы предлагаем ему решать. При этом мы анализируем его какие-то коррелята внимания. В нашем случае больше всего буду говорить об электроэнцефалограмме. Мы выделяем из этих коррелятов внимания и коррелятов решения этой когнитивной задачи ответы. И мы делаем из этих ответов какие-то команды, разделяем их и подаем на какие-то исполнительные устройства. В частности, вот здесь вы видите инвалидную коляску, которая выглядит совершенно обычно, но у нее есть такая функция, что она может приходить в вертикальное положение. Это для ряда пациентов очень важно. И одна из проблем заключается в том, что пациент, который полностью проализован, он не может нажать кнопку, чтобы привести в вертикальное положение эту коляску. Для этого можно приспособить нейроинтерфейс. Вообще, для того, чтобы об этом всем осмысленно рассказать, надо начать с того, как вообще устроен мозг, какого рода активность мы там можем регистрировать. В первую очередь, мозг, как мы, наверное, знаем, состоит из нервных клеток. Главным образом, из тех, которые нас интересуют, это нервные клетки. Эти нервные клетки электрически возбудимы. Это означает, что они общаются между собой посредством нервных импульсов и таким образом передают информацию. Этих клеток очень много. 8-6 миллиардов нервных клеток находятся в мозге человека. И хорошо известные методы изучения электрической активности этих клеток, например, внутриклеточное отведение микроэлектродами. Мы можем взять, например, очень тонкую такую стеклянную трубочку, еще больше ее ужать, разломать, и у нас получится буквально в несколько микрон толщиной такой стеклянный электродик, который мы можем воткнуть в нервную клетку. И когда мы это сделаем, мы можем регистрировать очень подробно ионные токи, которые, собственно, создают нервный импульс. И мы можем регистрировать ионные токи, и таким образом мы можем понимать, когда клетка выдает потенциал действия. Однако для использования человека это, очевидно, непрактично, потому что эти микроэлектроды одноразовые, они портят клетки, в которые мы втыкаемся. Даже если бы у нас не было проблемы с тем, чтобы, собственно, положить электрод на кору, о чем я сейчас буду говорить, все равно стеклянный микроэлектрод, который отводит от одной клетки вызванный потенциал, это очень хорошо, но непрактично. Поэтому есть вот такие электродные массивы, которые уже не в микроскопических размерах, а вот вполне макроскопических размеров, несколько миллиметров на несколько миллиметров, такой квадратик с большим количеством таких штриков. Каждый из этих штриков является отдельным электродом. Этот электрод мы можем положить на... Мы можем вскрыть череп пациенту, вскрыть твердую мозговую оболочку, которая находится под черепом, которая не является еще мозгом, а довольно твердая, собственно, за что она получила свое название, и, собственно, обнажить кору мозга, нервные клетки, положить этот массив на кору мозга и немножко его вдавить. Это не сильно портит... Там есть, конечно, какие-то сосудистые вещи, но это не сильно портит, собственно, кору мозга, но при этом позволяет отводить вызванный потенциал, не вызванный потенциал, а такие внеклеточные электрическую активность от большого количества клеток. Это уже не одиночные нейроны, но их мало, потому что... Ну, электродный массив вы видите какой, там примерно сотни электродов расположены, на каждую приходится по несколько нейронов, и у каждого нейрона есть такой уникальный отпечаток того, как он выдает потенциал действия. Поэтому даже если на один такой электрод приходится там три нейрона, мы можем их различить просто по форме того импульса, который оказывается в электроде. Вот мы можем это закрепить на ткани мозга, закрыть это все, вывести провод наружу. Когда-нибудь, наверное, станет популярным совершенно беспроводные решения с какими-то видами индуктивной зарядки, но пока что это провод, который выводится наружу. И мы можем получить, например, обезьяну, которая делает вот такую вот интересную вещь. Ей дают корм на такой специальной штуке. Вот обезьяна. Тут экраном закрыто то, как у нее из головы торчит шлейф с электродами. Она... Шлейф с электродами прицеплен к руке, и она может совершенно произвольно, никакими мышцами не оперируя, просто по своему желанию взять и в трехмерном пространстве сформировать команду взять этой рукой металлической еду и положить ее себе в рот. То есть вы видите, что движения достаточно точные. Они немножко такие рваные, но при этом видно, что обезьяне это скорее удобно. Вот сейчас шлейф был виден немножко. Это хорошо. Возникает вопрос о том, каким образом вообще обезьяна учится этому. Потому что у нас нет от природы железной руки, которая прицеплена сбоку, и поэтому у нас не может быть в головном мозге нейронов, которые отвечают за управление этой рукой. Ну, выясняется, что пределы пластичности мозга они есть, но при этом они достаточно широкие. Поэтому если мы просто говорим животному, что вот на реакцию такого-то нейрона будет какое-то действие, то оно может через долгое время само даже совершенно без нашего участия до этого дойти. Если мы ему при этом помогаем и задаем какие-то указания о том, что ему надо делать, и сразу даем ему обратную связь, то это будет еще быстрее. Собственно, пример, когда животное доходит, классический пример, когда животное доходит до того, как решается задача без всякого вмешательства со стороны экспериментатора, это так называемый голубь-скиннер, когда мы просто сажаем голубя в клетку, даем ему качельку, на которую он может нажать и сделать какие-то движения, которые мы ему предлагаем сделать. Рано или поздно он эти движения найдет, при том, что мы никак его к этому не подталкивали. Животное – это хорошо. Вот, например, это уже в 2019 году было сделано на пациенте. Это женщина, которая много лет парализована после, если я не ошибаюсь, травмы спинного мозга. Она может говорить и двигаться, она может говорить и немножко как-то, видите, ограниченно может двигать головой, но двигать руками она не может. Соответственно, ей точно так же вставили этот электродный массив в моторную кору, которая и так отвечает за управление движениями, и спустя многодневные тренировки, то есть это то, что тут сейчас показывают, это примерно тысячный день, или что-то около того. То есть каждый день она тренируется, но в итоге она может управлять такой штукой, которая должна ей каким-то образом облегчать жизнь. Значит, возникает вопрос, это, конечно, хорошо, но никто не хочет тренироваться тысячу дней, потому что есть ряд состояний, при которых человек, например, оказывается парализован временно, потом он из этого состояния выходит, а мы ему уже череп просверлили. Это плохо. Кроме того, ну это объективно сложно. То есть не всякий пациент настолько когнитивно сохранен, чтобы целенаправленно работать в направлении того, чтобы освоить вот эту вот штуку. И стоит это тоже несколько миллионов долларов, это не очень хорошо. Нам надо что-то по, возможно, чуть менее, чуть менее такое надежное, чуть менее попадающее прямо к отдельным нейронам, но при этом, чтобы оно более-менее работало. Мы можем, например, использовать эпидуральные электроды. Здесь вы видите вот примерно, если кто-то видел, масштаба, то, к сожалению, нет, но если кто-то видел примерно, как выглядит кора головного мозга, какие на ней борозды извилины, вы можете оценить, что вот это вот красные точки, это матрица электродов, вот эта вот кора, и вы можете примерно оценить, какого это все размера. То есть это тоже такая среднего размера матрица электродов, в которой мы вскрываем череп, но мы не вскрываем твердую мозговую оболочку. Это уже очень сильно облегчает задачу, потому что мы не контактируем непосредственно с нервной тканью, не портим там сосуды, не продавливаем этими острыми электродами какие-то места между нейронами, в чем тоже ничего хорошего нет. Мы просто аккуратно вскрываем череп, положили туда эту матрицу на твердую мозговую оболочку, и это даже считается чуть ли не инвазивной операцией. Она, конечно, инвазивная, но по сравнению с операцией на мозговой ткани она, конечно, намного лучше. И мы можем делать похожие вещи, но, конечно, так она будет работать гораздо хуже, потому что, когда мы отдаляемся от этого уровня отдельных нейронов, мы уже не можем обучить отдельный нейрон реагировать на какое-то желание пользователя. Мы можем только предложить ему обучить контролировать большие группы нейронов, которые должны одновременно прийти в возбуждение и какую-то там картину возбуждения сгенерировать, которую мы проанализируем и мы сможем интерпретировать. Я вам рассказал про самые такие прогрессивные, самые новые достижения в оперативной хирургии, в нейроинтерфейсах, которые уже напрямую с нейронным уровнем работают. Вот сейчас, кажется, будет интересно посмотреть на то, как это все начиналось, была такая программная статья 1973 года, где была, в принципе, предложена общая организация интерфейсов на компьютер, которыми мы сейчас можем пользоваться. Понятно, что в 1973 году тогда флешка на 256 мегабайт занимала бы весь этот комплекс зданий, и достаточно сложно было это все организовать. Вот у нас есть ЭВМ, которая показывает человеку что-то, чтобы он решал какую-то когнитивную задачу. Человек, с него мы снимаем электроэнцефалограмму, о которой я сейчас расскажу подробнее, записываем. Вот этот вот рояль, это вот электроэнцефалограф. После лекции здесь будет электроэнцефалограф современный, вы увидите разницу. Потом все это в мейнфрейме загоняется, как-то анализируется, но, естественно, тогда ничего из этого не вышло, потому что это было несколько комнат забитых оборудованием, очень сложно, за каждым должен следить отдельный человек. Но идея была хорошая. И раз это хорошая идея, давайте я вам расскажу подробнее про то, что такое электроэнцефалограмма, которую мы будем анализировать. Большую часть этой лекции. Электроэнцефалограмма — это суммарные электрические потенциалы мозга, которые регистрироваются с поверхности скальпа. Как мы уже поняли, в мозге очень много всякого электричества, которое передается нервными клетками, и когда у вас 86 миллиардов нервных клеток, даже если вы отойдете от этих нервных клеток достаточно далеко, вы все равно можете какую-то разницу потенциалов почувствовать, потому что иногда они будут работать очень большими группами, которые будут каким-то образом заметны извне. Вот эта вот кривая — это самая первая из опубликованных энцефалограмм. Она была опубликована в 30-е годы, записана впервые в 24-м, опубликована в 29-м неким Хансом Бергером, который считается основателем всего этого поля. Это, естественно, была одноканальная энцефалограмма. Большого количества каналов тогда не было, записана она была с его собственного сына. Сейчас, например, можно использовать 256 каналов энцефалограммы. Мы видим, что для некоторых задач нужно, чтобы максимальное количество сферы, в которую вписывается голова, было заставлено электродами. Вот эти точки — это отдельные электроды, одни ходят провода. И мы видим, что вся эта сфера равномерно заставлена электродами. Вот это их карта, а тут 256 отдельных электродов, которые можно анализировать. Ну вот, что мы будем анализировать? Вот здесь вы видите пример энцефалограммы. Тут всего 8 каналов. Вот здесь время, вот здесь амплитуда. Вы что-то понимаете? Я — нет. Такой вот странный сигнал. Видно, что тут есть какая-то активность, что эта активность какая-то нестационарная. То есть она вот вначале, например, в этом электроде она одна, потом тут какие-то всплески, потом снова какие-то всплески, вот тут что-то непонятное. Тут вот есть какой-то кусочек немножко не такого ритма, который вот здесь. И больше, в общем-то, ничего не понятно. На самом деле, чтобы это больше понять, мы можем обратиться к частотному анализу. И какие-то частоты электроэнцефалограммы мы можем наблюдать даже невооруженным взглядом на той самой записи 29-го года — это ритмическая активность, альфа-ритм. Альфа-ритм — это такой специфический ритм, который регистрируется в, главным образом, затылочных отведениях, но вообще говоря, он присутствует по всей голове, который возникает вот таким вот всплесками. Что вот не было альфа-ритма, потом началась такая очень характерная вероцинообразная пачечка, потом снова нет альфа-ритма. Частота его от 8 до 12 Гц. Возникает он из-за... Сложно сказать, из-за чего он возникает, но известно, что с этим имеет что-то общее таламус. Таламус — это такие ворота коры больших полушарий, которые фильтруют всю поступающую информацию, в особенности зрительную, потому что зрительной информации у нас больше всего. Самый надежный способ сделать так, чтобы у вас в электроэнцефалограмме стало много альфа-ритма, это закрыть глаза. При закрытых глазах он начинает регистрироваться очень много где, при открытых глазах его меньше. Вот это пока то, что мы о нем знаем. Есть бета-ритм. Регистрируется он тоже, ну в принципе, по всей голове, тоже с какой-то там локализацией. Он более высокочастотный, и за счет этого более низкомплитудный. Считается, что это ритм спокойного буддуштования, когда вы заняты какой-то когнитивной задачей, что-то хотите ничем конкретным, но вот в принципе активное. Когда вы засыпаете, или когда вы там хотите отдохнуть, его должно вроде как становиться меньше. Есть гамма-ритм. Тут я его нарисовать не могу, потому что он обычно выделяется от 30 до 100 Гц. Это очень большая разница. То есть от 30 до 100 колебаний в секунду. Но с гамма-ритмом связана история очень забавного эксперимента, который я просто не могу не рассказать. Так получилось, что у нас на голове, помимо черепа и мозга, который мы измеряем, и помимо кожи, которая тоже вносит какие-то кожные потенциалы, есть еще некоторое количество мышц. И так получилось, что электрическая активность мышц довольно высокочастотная. И возник вопрос, а не связано ли это как-то с гамма-ритмом? И вот у нас есть высокочастотный гамма-ритм. На голове примерно на тех же частотах работают мышцы. Не одно ли тоже это вообще говоря есть? Был проведен прекрасный эксперимент. Как вы сделаете так, чтобы у вас не было активности мышц? Вы употребите миорелаксант, который применяют при операциях просто для того, чтобы, например, брюшные мышцы было проще разрезать, потому что иначе они под тонусом, а когда они без тонуса, то режутся проще. Вы берете, накачиваете человека этим миорелаксантом. Но есть одна небольшая проблема, которая заключается в том, что если у человека отключаются мышцы, то он не может дышать, потому что дышим мы диафрагмой и дышим мы межреберными мышцами, которые тоже мышцы. Селективно отключить мышцы на голове вы не можете. Если вы отключаете мышцы на голове, вы должны их отключить по всему телу, в том числе те, без которых вы задохнетесь. Хорошо, давайте мы положим человека на искусственную вентиляцию легких. Но есть одна проблема, что если мы человека кладем на искусственную вентиляцию легких и отключаем ему всю мускулатуру, то он не может с нами вообще никак коммуницировать. И это плохо, потому что, может быть, он себя плохо чувствует, может, его надо срочно выводить из эксперимента. Мы не настолько живодеры, чтобы наших коллег-ученых подвергать таким испытаниям. Нам еще потом статьи с ним писать. Хорошо, нам надо сделать так, чтобы миорелаксант не попал в какую-то одну конкретную руку. Как мы это делаем? Мы просто перебернтовываем туго эту руку, чтобы кровь туда вообще не попадала. После этого мы даем человеку миорелаксант во всем организме мышцы отключаются, в руку он не попадает, там мышцы не отключаются, и он может вот этой одной рукой какие-то жесты нам подавать. Кладем его на искусственную вентиляцию легких и смотрим, а изменился ли у него гамма-ритм в энцефалограмме. Выяснилось, что гамма-ритм изменился. Вот эти вот кривые А – это вот здесь у нас герцы. Здесь у нас амплитуда. Кривые, на которых написано А – это гамма-ритм. До того, как мы использовали миорелаксант, кривые, на которых написано B – это когда мы его использовали. Соответственно, мы видим, что уже где-то там с 30-35 герц у нас очень сильное падение, которое может быть не очень заметно, которое может быть не очень заметно на графике, но дело в том, что это логарифмическая шкала. Поэтому на самом деле оно значительно-значительно больше. В частотах в районе 80-90 герц просто можно сказать, что если учесть логарифмическую шкалу и если учесть, что тут 14 степень, а тут 13, то можно сказать, что тут просто ничего нет. И вот эта кривая – это просто электрический шум, который у нас есть в воздухе. Вот тут как раз пик 50 герц, потому что у нас сеть работает на 50 герцах. Вот это вот пик 100 герц, потому что у 50 герц есть гармоника 100 герц. То есть мы видим, что на высокочастотные ритмы мозга они, в общем-то, не намного более представлены, чем… на порядок более представлены, чем просто наводка от электросети, что навевает некоторые мысли относительно того, насколько этот ритм вообще нам интересен, когда мы используем энцефалограмму. Магнитоэнцефалограмма этим недостатком не обладает. Это другой метод исследования мозга, когда мы исследуем не электрические поля, а магнитное. Но магнитоэнцефалограмма – это еще сложнее, поэтому мы и тут сегодня рассматривать не будем. Есть еще мюритм. Это, в общем-то, примерно то же самое, что альфа-ритм, но он регистрируется немножко в других отведениях, и он имеет одну особенность, что его становится меньше, когда вы двигаетесь. Причем его становится меньше, когда вы двигаетесь, очень специфическим образом. Если вы, например, решите сжать правую руку, то в левом полушарии у вас пропадет мюритм. Если вы решите сжать правую руку, то у вас в левом полушарии пропадет мюритм. Более того, если вы даже решите представить себе, что вы сжимаете правую руку и сделаете достаточно ярко и достаточно кинестетически, не просто визуально представить себе сгибающуюся руку, а прочувствуете это достаточно хорошо, у вас рука не сожмется, а мюритм все равно пропадет. Это достаточно ценное свойство, которого мы еще коснемся в дальнейшем. Есть еще дельта-ритм. Это такие низкочастотные колебания, которые могут, например, проявляться при каких-то гипактических состояниях мозга, но больше всего они проявляются во сне. Самая глубокая фаза нашего сна – это так называемый дельта-сон, который называется так, потому что во время этого дельта-сна существуют по всей энцефалограмме такие высокоамплитудные низкочастотные колебания. Когда мы говорим о ритмах, мы должны понимать, что для того, чтобы у вас один нейрон, которых 86 миллиардов дал бы какую-то картину на электроде, который стоит даже достаточно далеко в терминах электрических магнитных полей от самого электрода, вам надо сделать так, чтобы эти нейроны одновременно делали бы что-то одно, чтобы они занимались этим синхронно. И тут еще добавляет проблем та вещь, что можно почитать, сколько примерно отводит потенциалов от нейронов один электрод энцефалограммы, которых у нас может быть до 205-60, но предположим, у нас их даже 8, неважно. Под одним электродом у нас примерно 50 тысяч нейронов. Это очень большое количество. При том, что мы знаем, что у нас есть, например, такие вещи, как селективные нейроны, которые специфически возбуждаются в ответ на какие-то стимулы или на какие-то знакомые нам лица. Поразово эти нейроны называют в разных культурах по именам известных личностей, фотографии которых вызывают нейрональную активность в них. А тут у нас их 50 тысяч. То есть эти нейроны должны быть заняты чем-то таким очень заметным и очень явным. Можно, например, предположить, что точно так же, как мы натренировали мартышку впоследствии человека, использовать единичные нейроны для того, чтобы каким-то образом действовать с помощью нейроинтерфейса. Мы точно так же, наверное, можем натренировать человека использовать эти нейроны для того, чтобы 50 тысяч нейронов использовать для того, чтобы делать примерно то же самое. Это, конечно, будет сложнее, потому что нейронов 50 тысяч, они предназначены вообще, говоря, не для этого, потому что когда мы эволюционно развивались, у нас не было нейроинтерфейсов, у них у всех свои дела. Но, возможно, мы сможем каким-то образом научить человека вести себя таким образом, чтобы во время решения каких-то задач определенных возникали бы какие-то особенные колебания, которые мы можем регистрировать. Выясняется, что, в принципе, человек может даже оперировать параметрами своих, в некоторой степени оперировать параметрами своих ритмов. Например, вы можете нарисовать на экране красную полоску, сказать человеку, что вот эта полоска – это твой альфа-ритм. Сделай так, чтобы эта полоска стала в два раза меньше. Он будет сидеть, ничего не понимать, потому что мы не знаем, как управлять своими ритмами мозга, очевидно. Полоска будет становиться то меньше, то больше, потому что количество этого альфа-ритма из-за нестационарности самого сигнала каким-то образом меняется всегда. И через некоторое время человек может научиться специально приходить в такое состояние, когда этого альфа-ритма мало. И получается, что мы дали мозгу возможность управлять своими ритмами. Мы их зарегистрировали, и потом мы можем, например, когда альфа-ритма стало мало, например, сделать так, чтобы кресло из горизонтального стало вертикальным. Уже неплохой нейроинтерфейс. На этом, в принципе, построена биологическая обратная связь, так называемая. Когда мы тренируем человека приходить в разные состояния и предполагаем, что от этого он каким-то образом станет лучше. Но это довольно спорная, честно говоря, история, потому что, да, мы знаем, что альфа-ритм — это альфа-ритма много, когда вы расслаблены, и мало, когда вы напряжены. Но отсюда не следует, что если вы механическим путем сделали себе много альфа-ритма, то вы непременно расслабитесь. И когда мы говорим о более сложных вещах вроде соотношения альфа-бета-ритма, альфа-бета-тета-ритмов, это становится еще более очевидно. И вообще говоря, даже эти интерфейсы на основе даже сама эта биологическая обратная связь, она работает плохо и медленно. То есть вы должны долго сидеть и приходить в это состояние. Как же мы можем сделать на основе этой ритмической активности какой-то нейроинтерфейс? Такой, чтобы эту проблему решить. Но, если помните, я говорил о том, что мюритма становится мало, когда вы представляете движение конечностями. Причем какой конечностью вы представляете в противоположном полушарии становится меньше мюритма. И это же прекрасно. Мы можем просто сказать человеку, представляешь, что ты двигаешь конечностями. И вот на чемпионате мира в Бразилии одна из бразильских лабораторий решила, давайте мы сделаем такой красивый жест, что у нас выйдет в специальном таком экзоскелете человек, он выйдет на поле на инвалидной коляске, встанет во весь рост, выйдет в центр поля, сделает удар по мячу. Он будет это контролировать своим мозгом. Он будет представлять себе, что он сжал правую руку, что он сжал левую руку. И за счет этого мы будем это детектировать, смотреть в каком полушарии стало меньше мюритма. И экзоскелет будет делать шаги. Но возникает вопрос, почему же мы не помним такого знаменательного события. Ну возможно, потому что оно выглядело как-то вот так. Вот, стадион, все прекрасно, все радуются. И все. Стоит человек, поставили ему этот мяч под ногу, вот ровно столько он смог сделать. Потому что для того, чтобы оперировать этими нейроинтерфейсами на основе ритмов, в частности, на основе представления движения, нужна очень сильная мыслительная загрузка. Нужно очень внимательно это движение представлять, нужно ни на что не отвлекаться. И даже так это работает достаточно плохо. То есть мы можем достигнуть, скажем, точности в 80%, но до этого мы должны большое количество сеансов тренировать пациента представлять движение вот ровно так, как надо. То есть он к нам приходит, мы его тренируем, уходит, приходит снова, так по 2 часа в день он сидит 20 сеансов, например. И под конец он, может быть, будет с точностью 80% представлять движение. Это, в принципе, неплохой результат. Получается, что этим можно просто не заниматься больше и списать эти нейроинтерфейсы на ритмах в утиле и больше никогда к ним не возвращаться. Зачем нужно такое представление движения, которое не позволяет даже по мячу нормально ударить? Но выясняется, что есть одна сфера, в которой интерфейс на представление движения действительно очень хорошо работает и в которой они действительно показывают свои лучшие стороны. Это реабилитация после инсультов и спинномозговых травм. В частности, я вам сейчас расскажу про то, что было получено в одном из исследований 2016 года. Сделана это той же самой бразильской лабораторией, которая не смогла сделать так, чтобы человек прошел по полю. Надо сказать, что лаборатория бразильская, просто потому что ее заведующий бразилиец, а так у него есть вторая лаборатория в Америке, которая является одной из, наверное, двух лучших лабораторий по нейроинтерфейсам сейчас в принципе. Но вот у него есть такой филиал, в котором он может тестировать всякие медицинские технологии. Возможно, в Америке ему не разрешают это делать, я не знаю. Было 8 пациентов. 8 пациентов, все с травмами спинного мозга вот в где-то в крестцовом отделе, нет, в грудном отделе. Все 8 пациентов с травмами спинного мозга в грудном отделе с полным параличом. Уровень этого паралича, а это значит, что у них нет ни чувствительности, ни движений, ни на одном, нигде ниже места повреждения. Вот здесь вы видите человечка, это на нем схематически нарисованы дерматомы, которые нервируются, миотомы, которые нервируются вот соответствующими позвонками. То есть, если у человека травма в 7-м позвонке, вот с уровнем А у него не будет вообще ничего ниже. Если у него травма там в 11-м позвонке, но ему чуть больше повезло. Все равно у него нет контроля над ногами, у него нет контроля ни над какими сфинктерами, то есть, это означает, что у него есть большие проблемы с дефекацией муче-испусканием, его жизнь, в общем-то, достаточно сложна. И известно, что после такого повреждения в течение года 80% людей, которым изначально поставили эту высшую степень повреждения, они такими и остаются. Примерно 10% улучшаются, но очень немного. При этом если у человека повреждение колоса было 5 лет, например, то вероятность того, что он хоть немного улучшится, она единицы процентов. Я уже говорил про пластичность мозга, есть идея о том, что пластичность мозга можно каким-то образом индуцировать, что мы индуцировали это у макак, мы индуцировали это у людей, мы можем даже управлять своими ритмами. Возможно, все-таки, при том, что это плохо работает, что-то в мозге при этом происходит. Например, применительно к пациентам. Возможно, что у него полностью перебиты те структуры, которые могут контролировать нижние конечности, но у него сами нижние конечности остались, и какие-то непровожденные нервы к ним идут. И просто они не к тем местам подключены. Давайте мы его будем тренировать для того, чтобы у него индуцировалась пластичность мозга, и уже не на уровне спинного мозга, а, например, на уровне корыбы все бы подключилось к тем местам, которые у него работают, и тогда он может участков мозга, которые раньше не управляли движениями, например, ими управлять. Разработали вот такой огромный многочасовой годичный курс тренировок для больных. Они использовали виртуальную реальность, то есть больные управлялись своими аватарами каким-то образом, человек представил, что у него жалась правая рука, у него правая рука двигается в виртуальной реальности, то же самое с ногами, они их подвешивали для того, чтобы приучить их как-то к вертикальному положению, они надевали на них экзоскелеты, они сажали их в этих экзоскелетах на беговую дорожку, вот вы сейчас можете увидеть, как медленно эта беговая дорожка будет двигаться, но мы должны помнить, что это полностью парализованный человек, у которого раньше совершенно никаких движений ниже пояса просто не было. Они этих пациентов подвешивали в такой вот экзоскелет подвесной, чтобы не проходилось бороться с гравитацией, чтобы они поднимали бы не все свое тело, исключительно свои ноги. И вот это экзоскелет с тактильной отдачей, то есть когда нога куда-то двигается, она одновременно вибрирует, чтобы те нейроны, которые могут чувствовать какое-то прикосновение, но не чувствуют, чтобы их разбудить. И получили они очень интересную вещь, что через год половина пациентов, у которых были эти повреждения уже там многие годы, смогли улучшиться и перевестись с уровня А на уровень Б, когда у них есть уже какие-то ниже повреждения движения остаточные и какая-то чувствительность тоже остаточная. В частности, сейчас тут будет видно, как пациент собственно двигается. Вот его вывесили для того, чтобы нивелировать влияние гравитации и вот, он смог сделать вот так. И это очень хорошо, потому что этот пациент был полностью парализован, раньше он не мог двигаться никак. Можно предположить, что не очень-то ему стало лучше от того, что он может раздвинуть тоги на один сантиметр, но в действительности ему стало значительно лучше, потому что во-первых, частично вернулась чувствительность, это означает, что он уже не ощущает, что у него просто нет половины тела, он чувствует, что она есть. К нему частично вернулся контроль, например, над мочеиспусканием, что тоже очень важно, что позволяет уменьшить количество ассетивного персонала и улучшить качество его жизни. И это прекрасные результаты, которые говорят как раз очень хорошо о возможности мозга по пластичности. В частности, вот к вопросу о важности тренировок интересно заметить, что пациентам предоставили каникулы один раз на 30 дней, и после того, как они побывали на этих каникулах и 30 дней не тренировались, у них у всех показатели немножко упали. то есть это такая история, которая, видимо, до какого-то уровня доходит, но ее все равно надо поддерживать. Ну, правда, после того, как тренировки возобновились, это было бы становерстно, что хорошо. Ну, вот хорошо, мы поняли, что мы можем реабилитировать пациентов с спинальными травмами и с инсультами, это все также относится к инсультам. Хорошо, мы хотим как-то коммуницировать с людьми, которые не хотят реабилитироваться и которые, например, они или не могут, или понятно, что если человек, например, полностью в locked-in состоянии, он не может ни двигаться, ни двигать глазами, ни двигать, ни говорить, то реабилитация его движений это не первоочередная задача. Первоочередная задача это сделать так, чтобы он мог хоть как-то коммуницировать с внешним миром, потому что он полностью запер в своем теле, мы не можем знать, когда ему хорошо, когда ему плохо, но делать такие, делать ему реабилитацию с помощью представления движения, это некоторый перебор, потому что это и работает плохо, и медленно, и долго его надо учить, а мы хотим ответ здесь и сейчас. Но вот выясняется, что есть такая классная штука в энцефалограме, называется вызванное потенциало. Вот если вы сейчас будете смотреть на этот экран и следить, например, за зеленым ромбиком, и смотреть на него и считать, сколько раз этот зеленый ромбик появился. Вот раз, два, раз, два. вы посчитали этот зеленый ромбик, потом снова что-то считаете, и потом мы возьмем куски вашей электроэнцефалограммы по времени, которые относятся к тому времени, когда на экране были фигуры, которые вы считали, и наложим их на куски энцефалограммы, которые соответствуют тем моментам, когда были на экране фигуры, которые вы не считали. мы увидим, что они достаточно сильно различаются. Вот здесь вы видите синий это усредненный кусок энцефалограммы в ответ на важные для человека стимулы, которым они привлекали некоторое внимание. Зеленые это в ответ на все остальные, то есть на розовые треугольники, на звездочки, что у нас тут еще было. Целевой вызван, целевая кривая, целевая кривая, остальное все не целевая. Если мы теперь вычтем одно из другого, то мы обнаружим, что вот у нас начался стимул, красная точка, это когда появилась на экране штука, которую человек читает. Вот прошло примерно 300 миллисекунд, вот у него какая-то штука. Эта штука достаточно повторяемая, она достаточно большая. Такие вещи называются вызванные потенциалы. Мы видим, что если мы посмотрим на энцефалограмму, которая была не целевая, то мы обнаружим, что до какого-то момента они вообще говоря очень похожи. То есть тут 100 миллисекунд, 200 миллисекунд, в принципе форма примерно одна и та же, а различия можно списать на то, что это разные данные. Все-таки они не должны быть идеально одинаковыми. те компоненты, которые одинаковые, они называются неспецифическими вызванными потенциалами, которые вызываются собственно с тем фактом, что вы увидели что-то перед своими глазами, у вас произошла какая-то вспышка света, в данном случае вспышка розового или зеленого цвета. То, что после этого называется уже когнитивными вызванными потенциалами, потому что оно влияет именно тем стимулом, за которым вы активно следили. Здесь вы видите, если присмотритесь к этой схеме специально, то вы увидите, почему неспецифически вызванные потенциалы для целевых стимулов, так называемые, те, которые мы считали нецелевых стимулов, так похожи. Они так похожи, потому что это примерно одна и та же вещь перед глазами. Она примерно похожа по светимости, примерно похожа по размеру, но различаются только тем, считаете вы их или нет, и цветом. Цвет мы предполагаем, что в те места, которые нас интересуют, он не попадает и он не участвует в формировании неспецифических зрительных потенциалов. Это не совсем такое предположение, которое верное, но в данном случае нам достаточно знать то, что до 200 миллисекунд кривые одинаковые, после 300 миллисекунд начался когнитивный вызванный потенциал, потому что он связан с решением когнитивной задачи. Еще их иногда называют потенциалами, связанными с событиями. Дальше мы можем подумать, что считать квадратики это хорошо, которые показываются в одной точке, тем более, что мы знаем, что ряд пациентов может, например, быть неспособен двигать глазами или он может двигать глазами, но эти движения ему не до конца подчиняются, у него глаза, взгляд по зрительному полю каким-то образом мигрирует без контроля с его стороны. Мы можем уже на этом уровне поскольку мы можем отличить эти вызванные потенциалы на глаз, логично предположить, что мы можем построить алгоритм машинного обучения, который тоже будет их отличать. Самый простой и тупой алгоритм машинного обучения это взять один электрод, взять усреднить вызванный потенциал на разные стимулы и просто посмотреть в каком вот в этом месте больше. Тот, в котором больше, то соответственно синий, а не зеленый значит, что он целевой. Это даже машинным обучением стыдно назвать, но имеет право на жизнь. Точность у этого конечно будет не очень высокая, потому что я вам показывал эту энцефалограмму и вы видели, что она достаточно вариабельна сама по себе. У вас могут быть большие колебания просто потому, что энцефалограмма решила, что ей так удобно в этот момент. И это совершенно не связано с той зрительной задачей, которую вы даете человеку. Поэтому мы можем создать алгоритм классификации, который объединяет, например, много электродов. Мы можем поставить на голову 256, но эти электроды в основном на затылке, поэтому пусть у нас будет 8 электродов. В каждом у нас, допустим, по 800 точек. мы на каждую вспышку треугольника или квадрата получаем 816 тысяч точек, потому что умножаем на 8, которые о чем-то нам говорят. Что мы, в принципе, можем с ними сделать? Мы можем, например, взять эти фрагменты и записать их так, что записать их в повторяемом виде, что сначала у нас идет первый электрод, потом головах хвосту к нему приписываем данные со второго электрода, потом с третьего и так далее. И у нас всегда порядок электродов в этом поезде одинаковый. Мы получили многомерный вектор. Если у нас есть 16 тысяч точек, получается, что мы получили вектор в 16 тысяч мерном пространстве. Это достаточно забавная концепция, при том, что она очень простая, но многим людям ее еще представить сложно. Представьте себе, что вы прекрасно можете себе представить трехмерное пространство, представьте себе, что у вас в трехмерном пространстве подвешена какая-то горошина, вот это точка в этом трехмерном пространстве. Если вы знаете про эту горошину, что она еще и желтого цвета, то внезапно у вас точка стала в четырехмерном пространстве, потому что у вас может там же лежать соседняя горошина, которая зеленого цвета. Вы уже можете их различить. Если у вас есть желтая горошина и зеленая горошина, которые висят в трехмерном пространстве, при этом если потыкать их палкой, одна издаст высокий писк, а другая низкий, то у вас уже получилось 4 измерения, 5 измерений получается. И вы можете это наращивать до бесконечности. Таким образом у вас получается такое гигантское пространство признаков, в котором висят вот эти вот точки. И поскольку мы знаем, что если у нас есть точка в трехмерном пространстве вот такого вида и вот такого вида, мы можем в принципе провести между ними плоскость. То есть у нас есть облако одномерных горошин в трехмерном пространстве в одной его части, в другой его части. Мы провели плоскость. Дальше мы просто смотрим, кидаем туда новую горошину и смотрим, куда она упала. Она упала по одну сторону от плоскости, значит это к одним, по другую сторону от плоскости, значит это другой класс. Вот примерно так работает классификация. Мы берем это многомерное пространство признаков, которые мы получили из электроэнцефалограммы. Проводим между облаками этих признаков такую плоскость, которая наилучшим образом их разделяет. Собственно, как эту плоскость провести, этому все машинное обучение и посвящено. И после этого мы просто кидаем туда новый вызванный потенциал, который у нас получен от человека, смотрим, куда он упал. И если мы видим, что он целевой, значит человек на эту букву смотрел. Это хорошо. Я сказал буквы, но у нас тут нет букв. Но у нас тут вполне могут быть буквы. У нас тут могут последовательно предъявляться буквы А, Б, В, Г, Д. И так далее. Человек считает какую-то одну. И все вроде бы хорошо. Но дело в том, что букв много. И последовательно предъявляться они будут очень долго. И для того, чтобы у нас сформировался вызванный потенциал, нам его надо усреднить. Вот как мы его усредняли, для того, чтобы получить эти кривые. И если мы будем, например, усреднять 10 раз вызванные потенциалы на такие буквы, которых, предположим, 36 в алфавите, сейчас скажу, почему 36, то это будет очень долго, потому что вам придется у вас 36 стимулов, каждый повторяется по 10 раз, человек будет печатать одну букву в несколько минут. Это плохо. Поэтому мы сейчас переедем от 1973 года в 1988. Другая вот такая прогрессивная работа. А что, если нам взять эти буквы, расположить их в матрицу и зажигать их не одиночные подряд, а зажигать их группами? И тогда получается, что у нас есть группа, у нас есть вот такая вот группа, которая строка, их у нас 6. У нас есть такая группа, которая столбец, их у нас тоже 6. Мы получаем, что у нас внезапно вместо 36 стимулов оказалось 12, потому что у нас есть 6 строк, 6 столбцов. Говорим человеку, смотри на какую-то букву, он на нее смотрит и считает, сколько раз она зажгется. Она может зажечься в составе строки, в составе столбца, но нам, в принципе, все равно. Для нас оба этих вызванных потенциала будут целевыми, потому что человек оба их посчитает. Считает человек, ему надо не для 10 усреднений, не 360 подсветок высчитывать, высиживать, а всего 120. Это уже улучшение в 3 раза, все довольны. Тут, кстати, решается еще одна проблема, которая связана с тем интерфейсом, в котором все стимулы в одной точке, о чем я вам рассказал до этого, что там были очень похожи в начале потенциалы целевого и нецелевого стимула. Они, конечно, одинаковые, мы можем просто их выкинуть и о них особо не думать, но предположим, что мы хотим это как-то улучшить и сделать так, чтобы они были разные. Но вот мы только что и сделали, так что они разные, потому что человек, когда смотрит на эту букву, у него загораются другие буквы рядом, но он их не видит. И поэтому нецелевые вызванные потенциалы на них не формируются. Формируются только целевые. А вот здесь вы видите из такого интерфейса вызванные потенциалы. Вот тут примерно 400 миллисекунд интересующий нас когнитивный потенциал. Красная кривая — это усредненный потенциал на целевые стимулы. Синяя кривая — это нецелевые. Черная — это дельта между ними. Мы видим, что, в общем-то, кривая на нецелевые стимулы, она практически постоянно идет около нуля. Кривая на целевые и дельты, в общем-то, практически одинаковые. Это некоторый повод для радости, потому что нам не надо теперь разбираться с этими ранними компонентами, которые везде одинаковые, и которые портят нам машинное обучение. При этом, что интересно, что интересно, у нас вот здесь это мигает не совсем с такой частотой, с какой это мигает в реальном эксперименте, потому что вам будет сложно за этим следить на большом экране, но в реальном эксперименте стимульный цикл, то есть время, когда одна строка или один столбец зажегся и погас, составляет примерно 200 миллисекунд, то есть 5 раз в секунду. То есть в каждую секунду у нас на экране 5 каких-то стимулов приходят в активное состояние, обратно в пассивное. И что, если мы посмотрим на вызванные потенциалы, на нецелевые стимулы, просто у средних сразу все в одну кучу, и посмотрим на затылок, где у нас зрительные области. Мы обнаружим тут какие-то периодические колебания. Если мы посчитаем, например, количество пиков или сделаем их спектр, мы увидим, что, несмотря на то, что человек вроде как не смотрит на то, что не смотрит на нецелевые стимулы, все равно получается, что это примерно те самые 5 Гц, с которыми у нас идут строки и столбцы. При этом видно, что тут такой структуры, которая характерна для этого когнитивного потенциала, ее вроде как нет, потому что это много таких неспецифических потенциалов, маленьких, которые слились в один. И это так называемый потенциал стабильного состояния. И это позволяет нам делать другой вариант нейроинтерфейса на вызванных потенциалах и на энцефалограмме. Допустим, у нас есть просто такая штука, на которую человек смотрит. Она мигает с частотой, допустим, 5 Гц. Мы уже выяснили, что если мигать человек в глаз с частотой 5 Гц, у него примерно какие-то штуки с частотой 5 Гц в затылочных отведениях, где у нас находятся первичные зрительные области, возникнут. Ну а что, если у нас на экране несколько таких квадратиков, один из которых мигает с частотой 5 Гц, другой 6 Гц, третий там 8 и так далее. Выясняется, что когда человек смотрит на каждый из них, на каждый из этих квадратиков, ему на его зрительный корень навязывается соответствующий ритм. То есть много неспецифических зрительных потенциалов, которые очень быстрые, очень коротколатентные, они вызываются, сливаются в один, и вот мы получаем такую синусоиду, которая соответствует частоте, с которой мы стимулируем человека. И мы можем, например, с помощью преобразования Фурье эту синусоиду найти и привести ее в такой вид, когда мы просто смотрим, какое там наибольшее значение и говорим, что все, человек смотрит туда, все довольны. Здесь есть еще один бонус по сравнению с нейроинтерфейсами на вызванных потенциалах, который нам очень сильно мешал. Это то, что нам нужно было перед тем, как кидать горошины на разные стороны 16-ти тысячи мерной плоскости, нам надо было какие-то данные получить. То есть мы должны сначала говорить человеку «смотри сюда, считай до 10», «смотри сюда, считай до 10», мы получаем базу данных этих результатов, и только после этого мы можем относить новые данные к какой-то из этих двух категорий. Здесь такой проблемы нет. мы просто взяли частоту и видели, что она есть в зрительной кореи. Значит, человек, кто смотрит, нам не надо его обучать. Это очень хорошо, например, для таких интерфейсов, которые, можно сказать, потребительские, когда человеку надо быстро встать, быстро сесть в этот нейроинтерфейсный сетап, надеть шлем и пойти дальше по своим делам. Поэтому это тоже имеет определенную ценность. И еще важно, что тут достаточно низкая ментальная нагрузка, потому что когда у вас с частотой 5 Гц постоянно загораются какие-то шарики, вам надо их считать, это сложно. Например, когда надо досчитать до 20, то многие люди, которые приходят в эксперимент, они могут досчитать, например, только до 18, а дальше они не могут, потому что у них ресурсов внимания не хватает. Тут вам никакие ресурсы внимания не нужны. Вы просто смотрите, и оно возникает. У вас в зрительной кореи совершенно независимым от вас образом. При этом, конечно, если вы делаете это внимательно, это улучшает показатели, но какой-то минимальный уровень, которого можно достигнуть без этого, достигается и без этого. Есть следующий тип похожих нейроинтерфейсов. Вообще, если мы вернемся к этим квадратикам, которые мигают с разной частотой, то мы обнаружим, что у них есть определенное отличие от нейроинтерфейсов, которые основаны на отдельных вызванных потенциалах, потому что на отдельных вызванных потенциалах у вас на экране каждый раз активна только одна клетка. И таким образом мы разделяем эту энцефалограмму и таким образом мы классифицируем. А здесь у вас одновременно на экране активны все клетки. Если мы немножко отвлечемся от биологии и полезем в обеспечение связи, например, в мобильнике, который у нас у всех работает, то мы обнаружим, что у нашего мобильника он работает на частоте сколько-то там, не знаю, мегагерц, гигагерц, и там есть несколько каналов. Он может работать с одной частотой, немножко с другой частотой, с третьей частотой. Если бы у нас было разделение по времени, которое еще называется TDMA, от слова Time Domain Modulation, то это означало бы, что у нас в каждый момент времени просто работает только один мобильный телефон, и остальные просто ждут, пока он закончит говорить, чтобы они тоже могли поговорить. Это примерно то, как работает рация обычно. Если у нас, например, у каждого мобильника своя частота, то это так называемый FDMA, это частотная модуляция. Тут есть очевидная проблема, что если у нас миллион этих мобильников, у нас просто нет миллиона частот, которые мы можем каждому из них раздать. Что мы можем с этим сделать? Мы можем, например, использовать кодовую модуляцию. Это означает, что все телефоны передают примерно на одной частоте, но при этом у каждого, каждый в эту частоту говорит немножко разные вещи. Мы это можем расшифровать и обнаружить, что если это пришло с таким кодом, то это от этого абонента, если это пришло с таким кодом, то это от этого абонента. И, собственно, на этом основана кодово-модулированная всевозможная система связи. И почему бы там не сделать кодово-модулированные вызыванные потенциалы? Если вы сюда посмотрите, вы обнаружите, что тут какое-то совершенно хаотичное мигание, которое ни о чем осмысленном не говорит. Но если присмотреться к какой-то определенной ячейке, то можно будет увидеть, что она мигает каким-то систематическим образом. Если вы посмотрите после этого на другую ячейку, вы обнаружите, что она тоже мигает каким-то систематическим образом. И более того, это в данном сетапе это один и тот же способ мигания. Вот эти вот штрих-коды, которые тут нарисованы, верхний штрих-код, который тут нарисован, это так называемая M-последовательность. Это такая хитрая последовательность из нулей единиц, которая получается из дивиговых регистров с помощью сложной математики, в которую мы не будем вдаваться. Нас интересует одна особенность этой последовательности, что она имеет один пик автокорреляции, а других пиков не имеет. Что это значит? Это значит, что если мы наложим последовательность на саму себя и посмотрим, насколько она сама на себя похожа, то она сама на себя похожа. Было бы странно, если бы она с нулевым сдвигом была бы не похожа сама на себя. Если при этом мы сдвинем эту последовательность на одну единицу и посмотрим, как она теперь сама на себя похожа, мы обнаружим, что она уже совершенно не похожа. Вот у нас есть один пик, это когда сдвиг нулевой, потом вся эта история падает, и больше сдвигов никаких нет. Больше никаких пиков таких ощутимых нет, высоких. Возможно, если мы будем показывать человеку такую штуковину, предлагать ему смотреть на какую-то из ячеек, то, возможно, в той энцефалограмме, которая у него получится в результате, а мы знаем, что уже из истории с частотно модулированными потенциалами, что энцефалограмма получается примерно такая же, как то, чем мы ее стимулируем. Возможно, эта энцефалограмма тоже будет иметь какие-то похожие свойства. Возможно, если мы попробуем, запишем какой-то кусочек энцефалограммы, когда человек смотрит, например, на одну ячейку, а потом мы сдвинем ее относительно себя на, например, 16 миллисекунд, которая частота обновления экрана, это минимальный стимул, который мы можем подать, то, возможно, эта энцефалограмма резко станет сама на себя не похожа. И если у нас есть такая вот средняя энцефалограмма с нулевым сдвигом, о которой мы знаем, то, возможно, мы можем просто взять новую энцефалограмму, которая пришла от человека, предложить ее к этой энцефалограмме посмотреть с нулевым сдвигом не похоже, а что если сдвинуть ее на одну единицу, а с единичным сдвигом похоже, значит, человек смотрел на стимул, который мигал с той же самой последовательностью, но со сдвигом единицы. И вот так, собственно, устроен этот кодово-модулированный зрительный потенциал и соответствующие нейроинтерфейсы. Если мы посмотрим на данные, которые мы таким образом получаем, мы видим, что у нас есть разные длины эти последовательности, с разной скоростью мы их подаем. Потом вот какие-то кривые, мы видим, что тут все электроды изображены на одном рисунке, видим, что серое – это значит, что тут была единица, белое – это значит, что тут был ноль. Накладываем и видим, что не похожи они друг на друга. Если мы, например, цветом, здесь мы обозначим стимул, которых у нас тут было 32. Да, у нас здесь было 32 стимула, 32 ячейки с цифрами, на которые человеку предлагалось смотреть. Посмотрим на… По Y обозначим номер стимула, по X время и по цветам обозначим ту корреляцию, которая приходящая EG имеет с той матрицей, которую мы записали до этого. Мы обнаружим, что вот у нас примерно полтора секунды прошло, один из стимулов начал краснеть. То есть человек уже полторы секунды смотрит на какой-то квадратик и вызванный потенциал, который возникает, он начинает навязываться в его зрительной коре. И вот уже примерно с этого времени мы можем понять, что вот этот квадрат нам нужен, а остальные нам совершенно не нужны, потому что там значительно меньше похожести EGS на то, что мы хотим, чтобы она была похожа. Здесь мы видим амплитудную карту этой корреляцией. Мы видим, что в затылочных отведениях она похожа совершенно неожиданно, потому что у нас зрительная кора в затылочных отведениях, чего бы ей быть там выраженной. Но тем не менее она там выражена. Спереди она, соответственно, не выражена, потому что зрительной коры там нет и вызванный потенциал там тоже не возникает. Что, собственно, все эти игры с кодами и с частотами дают? Вот это данные с кодового интерфейса. У нас здесь было четыре режима, три медленных, когда человек просто смотрит на медленно мигающую последовательность. Один, быстрый, когда та же самая последовательность проходит в два раза быстрее. Видно, что в медленных режимах у нас точность держится где-то очень близко к единице. В каких-то случаях она даже медианная единица. Это означает, что все задачи, которые мы пациенту или пользователю говорим выполнить, он выполняет совершенно без ошибок. В том режиме, который быстрый, который самый сложный, видно, что точность уже совершенно неприличная. Но при этом есть несколько человек, у которых она тем не менее высокая. Если мы посчитаем такой показатель, как скорость передачи информации, которая зависит не только от того, с какой точностью человек вводят и от того, с какой точностью человек вводят команды, и от того, с какой скоростью он это делает, мы увидим, что вот этого человека, это вот один тот же человек, вот эти две точки, мы увидим, что у него тут запредельная скорость передачи информации, которая вообще раньше не была описана в мировой литературе. Не потому, что мы такие хорошие, нам просто повезло. Вот этот вот человек может в самом сложном режиме работать и достигать очень высоких скоростей, потому что у него такая же точность, как у медленных режимов, но при этом он делает то же самое быстрее. Теперь хочется узнать, как мы можем вообще улучшить эти нейроинтерфейсы. У каждого типа есть свои преимущества. Одни подходят одним пациентам, другие подходят другим пациентам. Как мы можем, например, их улучшить для того, чтобы использовать в клинике? Потому что в клинике нейроинтерфейсы использовать тяжело, потому что пациенты, они пациенты. У них часто бывают депрессии, у них часто бывают когнитивные недостаточности. И те задачи по типу того, посчитай пять ячеек и напечатается какая-то кнопочка, нажмется какая-то кнопочка, которую студенты, на которых мы делаем эксперименты, выполняют легко, они выполнять легко не будут. Мы можем модифицировать ту гогнитивную задачу, которую мы им даем. То есть мы можем говорить им, считать, например, не подсветки букв, как было до этого, а рисовать на месте каждой буквы какое-то лицо и говорить им, считать подсветки этого лица. Вот это все достаточно крипово, конечно, выглядит, но за этим стоит некоторая довольно забавная наука. Когда мы показываем человеку картинки с лицами, у него возникают вызванные потенциалы, как и на любые другие картинки. Эти вызванные потенциалы, как выясняется, серьезно отличаются от тех вызванных потенциалов, которые вызываются от, например, фотографии машины. Они локализованы примерно в височных областях, из чего можно заключить, что у нас в височной области есть специализированный кусок мозга, который отвечает исключительно за распознавание лиц. И все было бы хорошо, только потом выяснилось, что если вы покажете орнитологу фотографии птиц, у него точно там же будут точно такие же вызванные потенциалы, как у обычных людей на человеческие лица, что говорит о том, что у нас в мозге не специализированная область для распознавания лиц, а специализированная область для распознавания какого-то широкого класса стимулов, с которыми человек очень хорошо знаком, но просто одним из которых являются лица в связи с тем, что мы постоянно с ними взаимодействуем. И такой странный интерфейс выясняет, что он на самом деле неплохо работает и что он обеспечивает некоторый прирост в производительности по сравнению с тем, чтобы человек читал просто буквы. Еще, например, мы можем использовать тактильные визованные потенциалы, потому что все, о чем мы говорили сейчас, для этого надо было смотреть на экран, а что еще человек просто не видит. Мы можем собрать вот такой вот брейлевский стимулятор, это такие обновляемые брейлевские ячейки, кладет человек на них палец, если он слепой, то он должен владеть брейлевским чтением достаточно хорошо, и осязание у него должно быть достаточно хорошее, что когда из ячейки вылезают эти маленькие штырьки, которые обозначают букву, он это чувствует. Если он это чувствует, то почему бы нам не предложить ему это посчитать? Он это дело считает, и на подсчет этих тычков разными формами этих ячейчек у него возникает похожие вызванные потенциалы. Мы можем подцепить это все к той же самой истории со строками и столбцами. Например, дать ему в одну руку пять букв, организованные в строке, в другую руку дать ему пять букв, организованные в столбце, и говорить ему, например, когда у тебя простимулировался палец буквы А, считай его. Он это считает и в правой руке, и в левой, и совершенно точно таким же образом, как это делалось с зрительными потенциалами, мы получаем тактильные потенциалы, также их классифицируем, и человек тоже может считать, тоже может печатать текст, не двигая мышцами, например, которые у него не работают. Тут можно было заметить, что когда мы говорим о зрительных вызванных потенциалах, о зрительных нейроинтерфейсах, постоянно мы говорим о том, что человек должен куда-то смотреть. Почему бы нам просто не поставить камеру и не посмотреть, а куда он смотрит? Это было бы вполне логично. Вот ставим мы камеру, смотрим мы, куда он смотрит. Тут схематически нарисованы тоже таблицы 6 на 7, в которые есть буквы, смотрим мы, куда он смотрит, и видим, что это вот такая вот куча точек. Здесь почему-то точки, здесь почему-то точки. Здесь мы, видимо, показывали, поэтому их что-то, поэтому их много. Но вот в принципе нетривиальная задача по такой картине узнать, ему надо было нижнюю ячейку выбрать или вторую ячейку снизу. Это связано с такой проблемой в построении нейроинтерфейсов на основе движения глаз, которая называется проблемой прикосновения Медаса. То есть так же, как Медас все, к чему прикасался, превращал в золото, даже если он не хотел этого делать. Почему, интересно, он сам не превращался в золото. Точно так же человек, за взглядом которого мы следим, он рано или поздно посмотрит примерно на все. Если вы видели старые-старые картинки о том, как человек рассматривает картину, не ждали в разных ситуациях, вы обнаружите, что у него взгляд постоянно по этой картине шастает. И люди смотрят не только на то, что они хотят выбрать, но и просто на то, что они хотят посмотреть. И взгляд, видно, что здесь есть какие-то точки, между ними какие-то большие сканирующие движения. Большие сканирующие движения мы называем сакадами, а точки мы называем фиксациями. Собственно, взгляд он движется таким образом, что он посмотрел в одну точку некоторое количество миллисекунд, потом двинулся в другую точку. Поэтому сделать этот нейроинтерфейс на основе одних движений глаз можно, но сопряжено с некоторыми трудностями. Давайте мы подключим сюда энцефалограмму. Точно так же, как мы брали куски энцефалограммы целевые и нецелевые, усредняли их. Давайте мы возьмем все куски энцефалограммы, которые сопряжены с моментами, когда глаз стоит, то есть когда он зафиксирован, и усредним их. Мы можем увидеть, что мы там сможем увидеть. Это достаточно новые данные, которые получены даже в российском институте, в Курчатовском институте, что можно классифицировать вызванные потенциалы, которые возникают после фиксации, когда человек хочет чем-то управлять, и после фиксации, когда он просто смотрит. То есть если мы… Я сейчас рассматриваю вот эту вот комнату, и, например, я хочу выключить кондиционер, я знаю, что когда я посмотрю на кондиционер, он выключится, то я смотрю на кондиционер, и у меня существенно другое вызванный потенциал, чем когда я просто сканирующими движениями просматриваю на людей, сидящих в зале. Это такая вот интеграция разных типов данных, которая может помогать улучшить интерфейс и на основе того, и на основе другого. Интересная история про то, что когда-то же у нас уже есть эти нейроинтерфейсы, мы уже можем печатать по несколько букв в минуту. Ну да, сейчас это только для пациентов, но когда-то же мы станем все киборгами, когда-то же у нас будет все хорошо. Но есть некоторое количество проблем, с которыми мы будем сталкиваться при разработке этого нейроинтерфейса, который нас спасет от необходимости двигать руками и ногами, просто позволит нам управлять компьютером. Во-первых, это сложно. Когда вам надо, пусть даже 3-4 секунды смотреть в одну точку для того, чтобы напечатать букву, это сложно, это медленно, никто не хочет этим заниматься. Когда эта буква мигает, вас это раздражает. Никто не любит смотреть на мигающие вещи. Это медленно, потому что в случае с код-модулированными, вызванными потенциалами, вы сможете управлять за, скажем, единицей секунд. В случае с единичными, вызванными потенциалами, вам нужно несколько десятков секунд для того, чтобы напечатать одну букву. Кроме того, надо обучать классификатор. То есть вы не можете просто так сесть, нацепить на голову энцефалограф и начать управлять. Вам надо сначала несколько минут, смотри сюда, смотри сюда. Это скучно, никто не хочет этого делать. К тому времени, как вы закончите обучение, может, у вас уже пропадет охота делать то, что вы бы хотели делать так. Проблемы работы с пациентами я уже осветил. Если вы можете говорить, вы, в принципе, можете отдавать команду голосовым ассистентам. Это удобнее, чем смотреть на экран с головой, измазанной в геле, для того, чтобы делать какие-то совершенно банальные вещи. А вам отдельные команды… Представьте себе, сколько команд нужно, например, для того, чтобы зайти на какой-то сайт. Много команд. Вам надо открыть браузер, напечатать там что-то. Это так не работает, работать не будет никогда. И это хуже, чем управление мышцами. Я говорил вначале, что Стивен Хокинг, при том, что он вроде как был очень известным пациентом, вроде как у него был доступ совершенно ко всему, что наукой было сделано, и там любая лаборатория за честь бы сочла отдать ему свой нейроинтерфейс, он почему-то нейроинтерфейсом не пользовался. Пользовался он вот этой вот штукой, которая у него идет от очков. Это… Оно идет на мышцу. У него работала одна мышца, которая отвечает за моргание. Он моргать толком не мог, потому что в этом движении участвует много мышц, но одна работала. И точно так же, как мы обучили как управлять единичными нейронами, и человек, как мы обучаем управлять 50 тысяч нейронов, чтобы были какие-то изменения на ЕГЭ, вот ему оказалось значительно удобнее управлять этой одной мышцей, чем городить эту историю про энцефалограф, шапки, мигающие стимулы и так далее. Можно сказать, что никакого толка от этого никогда не будет, но тут есть ряд направлений развития. Во-первых, нейросети, они, конечно, разрекламированы очень сильно, но еще они разрекламированы, потому что от них действительно есть какая-то польза. Мы можем набрать много данных на большом количестве людей и переносить эти классификаторы между пользователями. То есть вам больше не придется перед каждым сеансом управления интерфейсом проходить обучение и настраивать классификаторы на свои реакции ЕГЭ. Кроме того, это позволит сократить время обучения в перспективе. Это позволит просто без обучения работать. Это хорошо. Дальше что можно сделать, это индивидуальная подстройка стимуляции. Помните, я говорил вам несколько слайдов назад про одного пациента, который с медленным, самым быстрым, сложным режимом смог достичь каких-то безумных скоростей передачи информации, которые были в три раза выше, чем у всех остальных. Но это не означает, что у него там было 300 бит в минуту, у остальных было 100 бит в минуту, и мы, эти остальные, не могли ничего с этим сделать. Возможно, мы просто им не предоставили тот режим, в котором они тоже могли бы достичь, может быть, не 300 бит в минуту, но хотя бы там 150. И перспектива тут заключается в том, чтобы сделать большое количество разных режимов стимуляции, большое количество разных скоростей, размеров стимулов и предоставить каждому пациенту подбирать это под себя. Такое единое коробочное решение, которое работает на всех, оно будет, скорее всего, на всех работать одинаково плохо. Кому-то, может, повезет, а кому не повезет, тому не повезет. И одна из вещей, которые активно развивают сейчас это движение за открытое программное обеспечение, открытое хардварное обеспечение, есть некоторое количество open-source-ных энцефалографов, которые можно там покупать, паять, выкладывать на GitHub схемы и улучшать их в дальнейшем. Это рекрутирует большое количество людей, которым раньше были недоступны такие технологии, просто к тому, чтобы играться с ними и развивать их. От этого и есть определенная польза. Если, например, вы решили заказать такой энцефалограф и попробовать написать свой нейроинтерфейс, это, в принципе, просто. Отсюда следует... В этой лекции, в принципе, можно сделать некоторые выводы о том, что надо делать. То есть не надо заниматься интерфейсами на ритмах. Если вы точно не знаете, зачем вам это нужно, занимайтесь интерфейсами на вызванных потенциалов. Интерфейсами на ритмах надо заниматься, если у вас есть там больница, которая набита постинсультными пациентами и пациентами с травмами спинного мозга, у вас есть пара миллионов долларов. Кстати, мои контакты, если что, у организаторов мероприятия можете узнать, если вы к таким людям относитесь. На этом, в принципе, рассказ про интерфейсы у меня, наверное, закончен. Если будут какие-то вопросы, я с радостью, наверное, на них отвечу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.